Бля, садись давай, чувак! Здорово! 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 Давно стоишь? Телки ходят, офигеть! Автобус! Да, за что? Мимо проезжали! А вон, кстати, опять они, мне кажется, они просто по одному и тому же кругу. Ну они что-то мимо проезжают и раз досмотрелись. Ну я думаю, где-то скоро нас заберут. Ну что рассказывай, сколько сил, сколько до ста. Но потом, это, куда поедем-то? Поехали на Сиденье. Только с этой, давай со стороны Шевченко. Давай. Видишь, господин Мусальянин, большой привет! Огромный привет! Паршрут построен. За бесконечную стройку. Да, за бесконечную... Ну он хочет сделать город красивее, наверное... Получается, как всегда. Нет, это благие побуждения, просто это... Какой ценой, это вот другой вопрос. Я считаю, что можно было обойтись и без этого. Мне сейчас надо сделать серьезное лицо такое, знаешь, типа это... Как будто я полез в политику. Лучше не лезть. Вообще нам, да, лучше не лезть. Нам нужно развернуться. Я даже знаю как. Правда, это не быстрый процесс. Короче, это набережная Тараса Шевченко с некоторых пор стала моим самым любимым местом. Почему? Ну там офигенно красиво, мотивирует и тёлочки. А чё, чё там мотивирует? Там вид сам, мозг у сити, смотришь такой, думаешь, вот офис мой скоро там будет. На 99 этаже. Там просто нет 99 этажа. Там самое самое высокое здание, по-моему, 85 этажей. Ну, как бы ладно. Пока мой офис будет, его достроят, понимаешь? Они его, знаешь, когда-нибудь соберут. Да. Чё там за мотик у него? Такие я не люблю. А ещё в последнее время это? Знаешь, с этими багажниками сзади какой-то он такой. О, я засветился в зеркале. Ты? В зеркале? С звездой ютуба. Офигеть. Ребята, подпишите в комментариях, каким вам нравится мотоцикл. Ну, он такой неплохой. Но я такие не люблю. Хотя, Харли, это всегда вне конкуренции, конечно. Это, по-моему, Малыш Боб называется. Или там Фэт Боб, что-то такой толстый Боб. Это, короче, типа, мотоцикл как у терминатора был. Да, я сейчас закрою. Я в мотиках вообще не шарю, только в тачку. Не, я вообще мотики люблю, кстати. Надо будет в следующем году брать себе. Я тоже. Ну, я быстро езжу, поэтому есть, скажем... Вероятность, что канал... Чё канал? Будут перерывы с видео, да, на канале. Слушай, ну мы же можем, кстати, вот так проехать, да, через центр. Не обязательно же нам ехать через Садовое. Ну, так как... Так как Денчик всё равно не понимает, о чём я третий. Да, у меня коренной москвич, конечно же нам ехать через Садовое. Не, давай через Кремлёвскую набережную, через Арбат. Все скажут, что я езжу только... Свое пиво. А не пиво, это же этот, как вы? Ну, безалкогольное. Да не пиво, это этот Кубок конфедерации. Ну, а рекламируют пиво постоянно. Меня, кстати, удивляет, на всех самых популярных спортивных событиях постоянно рекламируют бухлом. Ну, потому что, видимо, фанаты, они неразрывно связаны с бухлом. И поэтому... Хотя, на самом деле, логики нет, согласен, да? Ну, такая тенденция прослеживается очень... Ой, 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 блядь. Вот. Спасибо ещё раз. Как же его зовут? Сергей Семёнович, по-моему, да? Сергей Семёнович. Да, вот вам ещё раз огромное спасибо, что я наконец-то это... Вернее, хорошо, что я всё-таки не оставил там подвеску. Хотя мог. Это ещё, поэтому вот сейчас красный, кстати. Почему красный? Стрелка на право горит зелёным, чувак. Может быть, кстати, тут девчины какие-нибудь ходят интересные. Вот, пожалуйста, Мясницкая. Я, кстати, вот это... Хотел тебе сказать, что первый день рождения в Москве. Ну, когда я вообще хоть как-то праздновал день рождения, потому что до этого я его практически никогда не праздновал. Да хули без денег празднует? Я его праздновал в баре деду. Там всё из пластилина, там всё такое, короче. Развесёлый, он находится где-то вот здесь. Вот, ну, слава богу, что я точно... А вот он, деду. Что я точно не помню, где он находится, но это, короче, такое... Вот смотри, там стены из пластилина, всё, короче, там облеплено пластилином. Вот. И я бы даже сказал, что, слава богу, что... Я забыл. Давай, чувак, давай. Какой ты? Это пышка заезд. Тоже, его, не фигасит меня в жало в кресле. Я могу тоже так. Плупин. Ну, здесь, в принципе, не надо так гонять здесь. Ну, да. 50-й регион, что за регион? Ребята. Ребята, с 50-го региона вам привет. Ребята, с 50-го региона вам привет. Это московская область. Ну, привет, московская область. Привет, Моск. Да, так далеко переезжать датчик. Ну, а что, некоторые сидят, даже вот... Москва сказал. Некоторые за 3500 километров приезжают, а некоторые 3500 километров... Слушай, некоторые вообще, вот знаешь, настолько вот... Как бы моей мамы на работе работают женщины. Ну, они уже там всю жизнь прожили. У меня мама тоже в возрасте, на библиотеке. Ну, что там, сельская местность, короче. И там, допустим, есть женщина, вот она даже в Москве за всю жизнь ни разу не была. То есть не то, что там где-то за границей, да. То есть она даже в Москве не была. И как бы... Вот для меня это, ну, смерти подобно. Прикинь, прожить жизнь и, короче, вот просто, ну, не быть нигде. То есть даже не побывать в столице нашей Родины. То есть хотя... Что ты хочешь? Свет включить? Зачем? Я думаю, это будет лучше, но ничего нет. Да нет, можно это, люк открыть. Давай, попробуй. Давай, попробуй. Давай, давай. Ну, мы сейчас замерзнем, поэтому это будет ненадолго. Давайте. А она ни разу не была даже в столице Родины. То есть по факту просто сесть в поезд в пятницу вечером. То есть в субботу утром ты в Москве. Даже можно это... Вот один день здесь походить, погулять и приехать обратно. То есть прикинь, вот, а ты говоришь там про московскую область или про что-то еще. Ну да, кстати, ребята, я раньше тоже по путешествиям заморачивался, что это прям надо распланировать все накопить. Топ минусов Москвы это то, что постоянно... То, что до сентября месяца будет вот так вот все время. Да, прям просто ад. А после сентября начинается второй минус. Это не очень хорошая погода. Потом уже это толково не нужно будет, по сути дела. Но это такая движуха во всех городах. То есть летом, когда надо гулять, ездить, кататься... Кстати, сегодня эти... Типа, ну, по катушке, не по катушке, уж не знаю, как это правильно назвать. По катушке не с миллионеров. Да. Пока что не с миллионером. Да, пока что. Да, смотрите, то есть я отвечу буквально там на 10-15 вопросов, которые под крайним видео вы задали. Буквально одной ногой я, вернее одной рукой я одевал ботинки, а другой рукой я смотрел в спешке видос, как вот эти последние и крайние. И думал, ну, что там вам... То есть, как бы, какие у вас вопросы интересные. То есть подбирал что-то. И там есть там более-менее какие-то такие. Сейчас попробуем где-то встать, где красивый вид. И что-нибудь с умным лицом сказать. За качество, сори, снимаем на... Да ладно, хорош. Вот, кстати, по поводу контента, давайте так. То есть мы снимаем на баклажан. Или, я не знаю, там, топинамбур или как это называется? Как называется камера? Там, картофель на SS-22 батат. 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 Вот, на самом деле... Нравится. Ребята, нравится. Вы зажрались, короче. Просто вы реально зажрались. То есть, ну, может быть, не вы, а вы. Или не вы, а вы. Или вы, а не вы. Ну, то есть, вот этот контингент Ютуба, особенно тот, который помоложе. Вот смотрите, как говорит Филипп Олегович Богачев. Ну, он очень много ругается матом у себя на его конференциях, короче. И он как говорит, что... И когда люди уходят, он говорит, что, типа, если это... Кто-нибудь бы мне рассказывал, как заработать миллион долларов, и при этом ругался матом, я бы сказал, знаете что? Я бы сказал, да похуй. Прости меня, Господи, мы в церковь проезжаем, кстати. Вот. Поэтому история такая, если... Ну, как бы... Я считаю, если тебе интересен контент, то есть, если тебе интересен смысл того, что рассказывается, потому что это может чему-то научить, например, то, ну, как бы, даже если кто-то рядом будет бензопилой пилить дерево, то я бы все равно вслушивался, потому что мне это интересно. А тут люди пишут, там, качество видео не то, там, камера не та, свет не тот. Вот честно, ребят, блин, вы как бы не в ту сторону мыслите. Смотри, женщина среди стройки просто. Что за прикол? Даже не одна. Ну, потому что тут рейстик кольчуга. Погоди. Стой. Еще. Стой. Как-то вообще очень интересно, но сейчас я пойду схожу к ней. Погоди, это я тебя, чтобы не палить. Кстати, крайне необычное зрелище, что на стройке стоит женщина с ногами и в вечернем платье. Здоровая. Привет. А ты что это, как сказать? А я вон там, если что, я просто... А, я думал, ты просто вышла на это, на стройку, как бы в ночь в таком наряде. Ну, ты, кстати, круто выглядишь. Спасибо. Такая хрупкая. Спасибо. Только вот голоса нет. А ты пьянствуешь, что ли, или что? Сегодня понедельник. Сегодня понедельник. И ты при этом вышла в таком, откровенном. Сегодня понедельник, но сегодня в вручении диплома была. А, ты студентка, поэтому... Уже нет. Ну, бывшая. Ты студентка еще там полгода будешь, пока это забудется все. Поэтому, несмотря на голос, ты решила выйти, это... Да. Офигеть. Чего? Да, блин, такая ты хрупкая какая-то вся. Нет, это нормально. Так и должно быть. Женщина должна быть хрупкая. А как тебя зовут? Офигеть. А что? Не знаю, какая-то такая мимимишная. Меня Вова зовут, кстати. Очень приятно. А ты, ну, ты вроде не пьешь, даже. Немножко выпил, честно. Ну, просто ты, как бы, оденься потеплее, не знаю, завтра вообще простынешься. Ну, у меня, на самом деле, есть, я просто резко так вышла поползать, поэтому... А ты кем стал это сегодня? Экономистом. 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 Ост כן moeten умеет делать брови. И вот так. Чик-чик-чик. Смотри, давай, это? Рискнем. Увидимся на днях. Смотря когда просто я скоро домой поеду, меня оно Домой? Ну, то есть ты училась тут, а потом решила вернуться на родину? Нет, я не решила вернуться, а простоиду отдохнуть немножко. А ты откуда? Где у тебя родина? Ваша. Чебоксары? Или где-то там? Ну, рядом Там где-то. Ну, слушай, я слышал, что Чуваши все-таки возвращаются иногда. То есть это не то место. Я вернусь точно, 100%. А ты на сколько уедешь туда? Честно, пока не знаю, но... Хорошо, ты когда уезжаешь? В конце недели. У нас еще есть 2-3 дня, чтобы увидеться и напоить тебя чаем. Давай я наберу тебя там, не знаю, завтра-послезавтра. Если получится, увидимся до. Только сделай мне дозвон у меня в тачке телефон. Какой-то у тебя там знак чувашский, короче, народный. Нет, у меня вообще телефон сломан. Ну, слушай, у молодых женщин часто такое бывает. 90. Меня Вова зовут, кстати. Смотри, чтобы там это прозвенело, потому что я же тебе буду звонить. Ну, ты прям такая хрупкая какая-то, знаешь, с такой вот какой-то прям фигуркой. Что там, звенит? Да, сам. Все, пока меня КамАЗ не снес, короче, давай. Не мерзни. Пока, я тебя наберу. Еще раз здорово. Я буквально займу у тебя пару секунд твоего драгоценного времени. Если ты давно смотришь мой канал или совершенно недавно нашел меня в Ютубе, то у меня для тебя такая новость. Тебе обязательно нужно перейти на мой сайт всетвои.ру, если ты там еще ни разу не был. Он, кстати, находится в описании внизу. Почему тебе это надо сделать? Потому что у меня для тебя там целых пять бесплатных видеокурсов, пять подарков на тему общения с девушками. Что написать девушке? Как обрабатывать женские проверки и возражения и серии? Я не знакомлюсь, у меня есть парень и не даю телефон. Как вести себя на свидании? Как найти себе девушку для серьезных отношений или жену? И многое-многое другое. Ты можешь прямо сейчас скачать эти видеокурсы, сделать задания, которые там даются, пойти применить их на практике и получить тот результат, о котором ты даже не мечтал. Поэтому заходи на сайт всетвои.ру, внизу под видео. Получай подарки и присоединяйся к нашей тусовке. Продолжай смотреть. Пока. Ребята, тут есть несколько вопросов. Вот. Значит, чувак пишет. Владимир, опять, пожалуйста, смотри. Знакомился с девушкой на улице. Взял номер, вызвонил, провел свидание. Все круто. Прекрасно общались. Была киноэстетика. Правда, в конце не дала себя поцеловать. Только в щеку. В общем, суть в том, что не знаю, как двигаться дальше. Все-таки какие-то это самые интересные, мадам. Ну, здесь я даже прервался ради такого. 50-50 здесь. Не, а что-то я давно здесь не был вообще. Я говорю, нормально место вообще. А они палят, чтобы мы сейчас... Здорово! Классно выглядите. Вот. Ну, такие они интересные. А как, блин, сейчас-то снимать без этого, без палива? Да хер с ними, смотри. Значит, не знаю, что делать дальше. Чувствую, уверен, что она во мне заинтересована. Но не знаю, как далее ее заинтересовать. Второе свидание. У меня всегда хуже было первого. Ведь, по сути, даже толком не знаю, о чем говорить на втором. Короче, вопрос для немножко продвинув. Как правильно себя вести и проводить последующие, чтобы девушка не селась? Конкретно про этот случай пишу. Девушка действительно понравилась. Чувак, ну как бы, как ее заинтересовать? То есть ты должен начать ее трогать и возбуждать. То есть дело в том, что с каждым следующим свиданием тем до разговора будет все меньше и меньше. То есть и люди, как правило, компенсируют это тем, что они там... Что они делают? То есть они там культпрограмму какую-то придумывают. Ну, знаешь, она тоже конечная. Ей не культпрограмма нужна. Ей нужно, чтобы ты начал целовать, обнимать, трогать и так далее. А вот от того, что она тебе очень сильно нравится, у тебя завышена ее значимость получается и все такое. Может быть, это прям подойдем с камерой к ним. Ну, скажет, нельзя снимать, значит, не будем. Идем. Мы к вам. Здорово. Как ты резко повернулась прям, так это классно. Привет. А у вас нет сигарет? Да мы не курим, что-то. Это был самый подходящий вопрос. Мы курим только, короче, когда бухаем. Я. Да, я не бухаю, поэтому не курю. Сегодня не такой день, да? А ты стоишь, как будто ты хочешь либо писать, либо тебе холодно. Ну, ты бы еще, блин, босиком пришел, офигеть, пальцы такие. Интересно. Интересно. Это летнее. Ну, вы такие интересные, кстати. Да? Да. Я, кстати, за год, наверное, первый раз вот здесь вообще появился. А что ты их не снимаешь, Данечка? А вы не стесняетесь? А вы не смотрите, давайте так, если хотите, мы вас снимем на камеру. Просто ДИС любит все снимать вообще. Да, ну, мы типа начинающие. Да, это тот самый, Данечка, да. А если как бы не хотите, ну, как бы давайте скажете, мы просто не будем. Ну, ты посними какие-нибудь красивые, чем они. Почти как я, смотри. Смотри, у меня губы, у нее губы почти как у меня. Гоба. У нее, смотри, у нее тоже, да, давай мы померимся губами. Гоба. У нее меньше, у нее больше. А тебя, кстати, пахнет этим легким запахом перекрым, я показался. Ты ничего не... Не, ну, просто смотри, я... Я люблю, когда прям под подехи винчика, вот так вот, то есть, как твоим, выражаясь, твоим шленгом, то есть, когда под подышки винчиком пахнет, то есть, ну, вот, это делает такое... А ты за рулем сегодня, да? А как тебя зовут? Офигеть. Меня Вова. Что, у тебя с правой рукой зачем-то я спрятал? А она сейчас вытащит нож и скажет... Она вытащит винчик. Как тебя зовут? Как? Офигеть. А у тебя какие-то восточно-кавказские корни, да? Ну, я с тарком просто. Ну, например... В смысле, например? Ну, какие? Татарские? Татарские. А, я не раз слышал. Татарки из даре, да? Ты из Казани, или ты татарки? Татарские из даре, это... Да, а тебя? У тебя, кстати, ногти даже не надо делать коррекцию. Не, покажи просто. Я очень ценю, когда красивые ногти увлечены. Когда прям это... Ну, покажи. Ну, это же классно, когда лапки красивые. Вот у меня красивые. А вы что, приехали? Вам что делать дома ничего или что? Ну, да. А вы не работаете, не учитесь? Вы такие, короче, девчонки-роспись. Работать чем? А завтра на работу? Да. Просто решили, что вдруг здесь классные парни, а здесь мы, да? Не, ну это тоже вариант. Бля, офигеть. Такие... Да не, я не буду... Слушай, ну вы классные, на самом деле, вот мне реально надо завтра рано вставать. Нам надо доснимать с Денчиком видос. А почему Денчик тоже? Чего? Денис? В смысле, почему ты Денчик, почему ты Денчик? То есть Денчик, который снимается тоже постоянно? Наркоман Павлик, что ли, какой-то? Да, Денчик. Какой Денчик? Который Бузову снимает. Чего, блядь? Да господи, я не знаю, кто такая Бузова даже умеет бить про какого-то Денчик, который... Что, где он снимает? У нас свой Денчик. В Инстаграме? Мы в Витюбе. Что это? Да. Да, не, мы, кстати, не знаем, я вообще в Инстаграм, честно говоря, даже фотки не умею выкладывать. За меня выкладывают. Инстаграм это зло. Но это не точно. А мы вчера, короче, телочку одну снимали, она была не согласна. Она говорит, я публичная личность, не снимайте меня. Она показывает, что там 34 тысячи подписчиков, ну, блядь, ну это вообще жесть. То есть сейчас вот, как бы, каждая женщина, который 34 подписчиков... Ты прям мерзнет. В суде. Не? Так, сейчас аккуратно, да? Я поможу, ну, я сейчас погрею тебя, я не буду тебя очень не переживать. Нет, все нормально, нормально. Поможешь наоборот, полюсу. Блин, ну как тебя, начнение, это не значит, что надо будет жениться после этого. Я понимаю, нет, не надо. Я вот так потру тебе руку, она, да, не надо, не трогать. Да никто тебя не трогает, господи. Но я, к сожалению, не могу дать ей, у меня там это, дать тебе. В общем, смотри, Денчик. Думаю скучную работу, нет? Я тоже сижу. Дети мои. Давайте там телефон, патефон, микрофон, то есть и мы пойдем дальше снимать. Потому что у нас сейчас работа происходит. Не, она, кстати, рабочее место наша занята. Да, но мы сейчас спустимся туда вниз. А как найти-то? Номер давай. Не, ну скажи так. Тихо, тихо, тихо. Давайте телефон, правда, чей-нибудь затусим вчетвером, прикольно будет. Да. Вот серьезно, так и будет. Вы на тачке, да, я люблю, когда меня девчонки на тачке катают. Кстати, да, мы будем пить с Денчиком, а вы будете у нас катать. В какой-то веке хоть не за рулем, блин, чтобы хоть кто-то там. Будем тоже винчик. Но можно, потом мы по очереди в следующий раз будет наоборот. Потом, может быть, наоборот, да. Давайте чей-нибудь номер, девчонки. Че вы тут это самое? Че ты сломаешься? Ты говори мне свой, а тебя как, кстати, зовут? А почему ты не снимаешь? Ты снимаешь все время их пах. Снимай голову, Денис, что такое? Давай, л***, говори. Мы это, никому не скажем. Восемь. Восемь? Бля, чувак, никогда бы не подумал. Слушай, восемь, да? В смысле у тебя российский номер? Серьезно? Восемь, девять. У тебя три семерки, это классно. Сейчас я дозвон сделаю. Ну, в общем, конечно, погода такая. Надо все равно. Вот утром было холодно, поток, днем была жара. Че? Ну, мы так, для себя. Я, кстати, в основном тачки снимаю. Ну, у тебя гудок идет, но... Мы фильмы на немецком снимаем. Чем это не берешь. Может, у вас в тачке телефон? Че? Не, ничего. Че, ничего. Давай еще раз номер. Мне, кстати, нравится, когда ноги вот так вот становятся тонкими внизу. То есть, вот, очень круто. Это прям... Латышки тонкие? Да, это и попа, кстати, прикольная. Тоже нравится, когда латышки... Да, у тебя крутые лодыжки, но у тебя тоже, кстати... Тоже оценили. Вы мисс лодыжки. Ладно, все, надо... Да, девчонки, все, не мерзнете, короче. Давайте, щеки. Щеки, щеки. Щеки, щеки. Не-не-не, ну мы прощаемся. Обнимашки. Да, ты, 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 короче, обнимаешься, как будто борцуха, и ты хочешь в ноги пройти вот так вот. А ты все потрогать, давай. Конечно, потрогать. Люблю трогать. Обожаю трогать женщину. Ну все, девчонки, вам хорошего вечера. Ну а чем мы туда пойдем? А мы вот спустимся сейчас вот сюда или нет, подожди. Короче, второй вопрос плавно переместился на гору, поэтому мы так подзадохлись. Вова, могу без проблем подойти и пообщаться с девушкой, но если есть... А ты на первый-то ответил? Ну мы коротко ответили. Чувак, надо трогать. Я же тебе уже сказал, то есть, да, я отвечал. Да, я согласен, ничего разговаривать надо на втором уже. Если есть лишь один страх того, что подойдет ее парень, и будет конфликт. Смотрел видео у тебя на ютубе на эту тему, но иногда эти советы не помогают, и происходит какой-то конфликт. Суть вопроса, как не ссать из-за ее парня. Бла-бла-бла, смотри, то есть, ну как бы иди туда, где твой страх, там твоя сила. Есть тренинги типа спарты, есть еще какие-то штуки, где учат специально создавать конфликты. То есть, ты реально создаешь конфликты, чтобы привыкнуть и подготовить себя к конфликтам. Есть такой тренинг, называется армия, но немножко долго. Денис проходил такой долгий тренинг армия, да. Причем такая, где ты служил, дайчик? ВДВ. Отличный тренинг. Это было двойное порция. Вот, что еще-то, ну как бы запишись на какие-то там боевые искусства, ходи туда, прокачивайся там, да, как бы, ну как бы, что толк? Ты вот, вы какие-то очевидные вещи спрашиваете. Я боюсь, ну блядь, ну боишься, есть же выходы какие-то, да, если бы у тебя не было выходов, я бы понял, как здесь, с чем вопрос. Следующий вопрос, вопрос для Вовы. Удивительно, что для Вовы. Как знакомиться интроверту? Бля, интроверты, они особенно знакомятся. Когда молчать и слушать любишь больше, чем говорить. Это офигенно. Не можешь пабалаболить. Когда не любишь быть в центре внимания, и чем больше людей вокруг, тем некомфортнее себя ощущаешь. Шумные тусовки, это каторга в тишине, чувству себя офигенно. Как заинтересовывать в таком случае девушек, ведь хочется быть самим собой. Блин, мне нравится, ну можно я немножко поставлю свое? Мне нравится, когда парни в вопросе сами же отвечают на него. Блин, ты сам все расписал, как тебе это делать. Тебе нужно тихое место, романтичное. Приходишь туда вдвоем и начинаешь... Нет, где знакомиться чувак? Он спрашивает, как ему знакомиться. Я интроверт, короче, я интроверт. Как ты знакомишься? Ну вот они видели на канале, как я знакомлюсь. Нет, суть в чем, что в любом случае, каким бы ты ни был интровертом, природа, к сожалению или к счастью... Можно это и изменить, что ты интроверт. Нет, да, то есть скорее всего, ну как... Как тебе сказать, чувак, то есть здесь 50 на 50 попахивает тем, что может быть это какое-то вранье себе, да, что типа там в обществе мне некомфортно, еще что-то, еще что-то. Понимаешь, интроверт может себя чувствовать в шумных тусовках тоже комфортно, просто он ни с кем не разговаривает, он спокойно ходит там в своих мыслях и так далее. То есть может быть 50 на 50, что это там некое вранье себе, но опять же природа так создала, что ты должен как мужчина проявлять инициативу, мужик. Поэтому интроверт не интроверт, то есть какие-то базовые понятия о пикапе у тебя должны быть как бы и ты должен их применять. То есть опять же внимательно смотрите за тем, чтобы вот эти все ваши вот причины не оказались надуманными, потому что зачастую это все как бы вранье самому себе, ребят. Поэтому, чувак, ну извини, но, то есть у тебя есть еще один выход, как бы стань каким-нибудь мужиком типа из серии там Прохорова или кого-то еще, то есть и будь интровертом. Они будут сами к тебе подходить там и говорить, уважаемый, ты будешь говорить, я так устал, хочу побыть один. Ну вот тут 50 на 50, тут ничего не мешает исправлять эту ситуацию, быть более общительным, позитивным и так далее. А в какой-то степени наоборот пользоваться этим, то что ты спокойный, загадочный. Ты либо в книге, по-моему, своей, либо... У меня Миша, Гринберг, друг, да. Сидели вы с парнями в кафе и девчонки заинтересовались именно вот таким парнем, который сидел. Да, 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 про Виталика, короче. Бесплатная консультация. Владимир, мне 50 лет, живу в Питере, в Москву приехать на тренинг не получается. Не отпускаю с работы. Записался на тренинг в Питере? О, как. Чувак, когда записывался, говорили, возраст не имеет значения. На тренинге сказали, что твой возраст девушек 35-45 лет. Вот к ним и подкатываю. А мне нравится 18-25. В полях подходил, как учили, но девушки шарахаются. Как подходить, что говорить, как себя вести, кому за 50. Чувак, а ты чей тренинг проходил, извини за мой французский? Если вы идете на какие-то говнотренинги, к каким-то говнотренерам, да, которых... Это вообще отдельная тема. Я сейчас постараюсь не ругаться очень коротко. Если ты проходил тренинг там, тогда задавайте вопросы туда. Если бы ты пришел к нам, мы бы тебя еще апгрейдили как бы по внешке, то есть и так далее. Ну, то есть... Зачем мне задавать вопросы о том, что тебе в каком-то ебучем автосервисе, например, сломали машину, хотя хотели ее починить. Ты приходишь ко мне и говоришь, почему так? Потому что ты отогнал ее в стрёмный автосервис. Сейчас, блин, каждая бабушка-уборщица, не знаю, она стала пикап-тренером. Сейчас просто вот, не знаю, завтра уже будет больше пикап-тренеров, чем китайцев в Китае. Если ты ходишь на всякое говно, задавайте вопросы им. Я могу сказать следующее, что у нас тебе бы такое не сказали. И еще такая суть, что, значит, 29-30 суббота-воскресенье в Питере у нас будет двухдневный уикенд. Я приеду, буду его вести. Это вот как раз для тебя. Если ты считаешь, что в Москву приехать не можешь, вот отлично, выходные. Приходим и тебя распинаем. И как бы ты будешь подходить к молодым, они будут на тебя хорошо реагировать. Хотя, конечно, на тебя надо будет посмотреть. Если ты выглядишь там как старпер, то есть здесь тогда надо будет как-то тебя внешне тоже улучшить. Крайний тренинг у Бовы был очень взрослым. Там были прям солидные дядьки такие. И в нескольких было за 50, по-моему. Не, ну не за 50, но... За 40 точно. Владимир, вопрос такой. Год назад познакомился с девушкой, тусили в одной компании, закрутились, завертелось. Через пару недель стали жить вместе. Снимали квартиру почти год. Сейчас переехали к моим родителям. Копим на строительство дома. Мне 21, ей 28. Иногда задумываюсь о разнице в возрасте. Как будет через 10 лет. Мне будет 30, ей будет 40. В быту вроде проблем нет. Если что не устраивает, стараемся разговаривать и решать проблемы. Может, есть примеры таких отношений. Хотел бы выслушать мнение и советы. Потому что боюсь, что через какое-то время пойму, что она старая и потрачу часть жизни зря. Как бы грубо это ни звучало. Вроде ей уже детей пора, хотя она вроде не торопит с этим. Не рано ли я начал взрослую жизнь? Чувак, я не знаю, но как бы я бы тебе, наверное, посоветовал этот союз как-то прекратить. Потому что у меня был такой опыт. То есть и мудрые взрослые мужики, которые есть среди моих знакомых, я их слушаю и стараюсь. Они говорят, что в этом нет ничего хорошего. Когда почти червонец разницы, то есть там или 7-8 лет, то есть, ну да, женщина стареет быстрее. И не очень хороший союз. Но это только мое мнение, как бы, как-то так. Дальше. Вова, на что если ты выходишь на улицу, видишь девушек, тебе не страшно к ним подойти, но подходить к ним не хочется. Ты как бы и не думаешь об этом, просто по своим делам идешь. А потом уже, когда приходишь домой, понимаешь, что надо было подходить и все такое. Это такой вид страха. Он как-то прячется за ширмой безразличия. То есть, нет какой-то мотивации, цели, что ли. Хотя, честно, могу сказать себе, что с девушками так себе ситуация. Короче, чувак, ну это чистой воды самообман. Причем ты его так замаскировал, что вроде бы вижу девушек, не хочу подходить. Прихожу домой, блин, и вдруг хочу подходить. Блин, слушай, мужик, ну ты же сам понимаешь, Дима, что тут написано, Дмитрий М., что это все вранье. Вова, привет, встречаюсь с девушкой. Три месяца, секс был один раз. Это уже интересно. Слушай, бля, чувак, это, конечно, очень интересное начало. Сейчас она улетела на месяц, на все нормально. Вчера сказала по WhatsApp, что не считает секс в отношениях важным. И вполне может строить отношения без него, поскольку это был ее первый раз. То сделал акцент на то, что не привыкал еще так уже к ее панический страх. Как забеременеть даже при защищенном сексе. Что можешь подсказать и как доказать ей, что секс неотъемлемая часть отношений. Слушай, чувак, но единственный способ доказать ей это заниматься с ней сексом. Да. Вот тоже момент. Она считает, что это не главное, ну а ты считаешь, что это главное. Да, чувак, она, либо она девственница, прям вот эта глупенькая еще молодая, либо она какая-то странная, фригидная, тупая, либо она просто, что, наверное, скорее всего, просто не хочет заниматься этим сексом с тобой. Поверь мне, обязательно найдется мужик, с которым она захочет заниматься сексом и будет за ним бегать и пытаться у него отсосать. Бесплатные консультации, Питер. История следующая. Отец с матерью развелись очень давно, я еще с сопляком был. Жили очень небогато. Я кончил вуз два года назад. Сейчас зарабатываю около 50, работаю два года. За это время купил машину, нужно добираться до работы. Занимаюсь собой, живу с мамой. Что очень сильно давит психологически, поскольку за машину отдаю кредит, плюс обслуживание. Матери деньгами помогаю, оплачиваю квартиру. Остается на все, про все около 20 косарей. На эти деньги снимаю где-то жилье, снимать где-то жилье не представляя возможным. Поскольку тогда у меня вообще никаких денег не будет, в принципе. Познакомился с девушкой очень хорошей, воспитанной, из полноценной семьи. Она живет отдельно, снимает ее родители и присылают ей денег. Так, сама из СНГ. Как объяснить ей ситуацию с Монголией, что ли, блядь? Как объяснить ей ситуацию с жильем и деньгами? С какой стороны зайти, чтобы это не выглядело, как будто я жалуюсь, а просто вскользь упоминаю? Как подготовить ее? Вариант с собственным жильем возможен, но это через несколько лет. Мне уже 25, проблем с девушками не испытываю, но домой не привожу. Либо снимаю номер в отеле, либо едем к ней. С этой не хочу обращаться, как с остальными, хочу сказать правду, как бы. Чувак, ну скажи правду, но я тебе скажу так, если эта женщина тебе нравится, она должна тебя мотивировать. То есть замотивируйся этим. Вот это уникальная какая-то фигня. Знаешь, ты так рассуждаешь, как будто тебе Бог, Вселенная, там, не знаю, Кришна, Будда, Аллах, просто выделил полтинник и сказал, вот живи на него теперь всю жизнь как хочешь. Блядь, зарабатывай больше, ищи пути заработать больше. Тем более, вот как бы, вот она отличная, отличный пример того, как женщина может мотивировать мужчину. Появляется та самая, и ты понимаешь, что какой-то несрост, блядь, так как раньше теперь не получится, надо что-то делать. Зарабатывай больше денег, это единственное, как бы, то, что я тебе могу сказать. Как ей сказать? Да никак, чувак, то есть пойми, что, ну, как бы, ты в ее глазах должен быть героем. Там, это все отмазки, за кредит ты плачешь. Сколько ты платишь за кредит, за машину, чувак? Просто интересно, блядь. Некоторые платят по 60 тысяч, как бы, за кредит, за машину, там, некоторые, я не знаю, за квартиру платят по полтиннику. То есть, и что теперь? И при этом деньги находятся, это опять же, ну, как бы, начни больше тратить, начнешь больше зарабатывать. Ну, у тебя выхода не будет. Начни больше тратить на свою любимую женщину, дарей подарки, там, еще что-то, чтобы ты прям сидел вечерами после работы, не знаю, и не ложился спать 8, а там до 2 часов ночи сидел и думал, какие-то там ходы, как заработать, не знаю, там, какой-то бизнес продумал и так далее. Сейчас, так, сколько тут еще? Раз, два, три. А, вот, три вопроса еще, ребят. Вова, привет, такой вопрос. Общался с девушкой в сети. Почему в сети? Потому что она была с другого города, и мы оба поступили в один город, в один вуз. Я думаю, дай-ка попробую, потому что девушка в натуре прикольная. Очень хорошо общались, заинтересовал, делал раскачку по эмоциям. Очень близко и странно, как ты делал раскачку по эмоциям, дистанционно, конечно, ну, ладно. Очень близкое общение, кидали друг другу фотки, причем разные. Дошло до того, что она сама писала мне, что хочет меня. Нихера себе. Спустя месяц нашего общения начал чувствовать, что влечение пропадает с ее стороны, уже даже не зная, как давать ей эти эмоции. Потому что, чувак, общение на расстоянии, это не общение. За это время к ней подкатил какой-то интересный чувак, как бы, и в итоге она понемногу начала морозиться и все реже отвечать мне на сообщения. Уже не писал мне приятные сообщения, которые она мне писала. Я ей сказал, что, типа, нужно общаться, и если есть какая-то проблема, то нужно нормально обсудить и решить ее. Ничего не нужно. Я сказал ей, что наше общение угасает, и все в этом роде. Сделал это правильно. И все после этого сообщения она мне больше не отвечала. Слела, короче. Вопрос, как мне сделать правильно, чтобы ее опять заинтересовать и начать опять общаться. Ну, короче, опять та же самая херня. У вас одни и те же вопросы, блядь. Все ваши вопросы из-за того, что у вас нет выбора. Вот если бы у тебя сейчас там был выбор и была возможность вот так вот легко прокатившись по городу, не знаю, там познакомиться. Да вот, блядь, вот они просто пачками ходят. Бери, знакомься. Если бы ты мог это делать, ты бы не заморачивался ни хера вот из-за этого. Из-за девки, которую ты даже не видел, блядь. А прикол в том, что, представь, вот она бы приехала, а у нее изо рта воняет, блядь. Просто бывает такое, что запах не подходит твой. Запах человека другой. Такое было, и у меня такое было. Вот. Или я не знаю, блядь, она курит, короче, как прошмандовка. Или еще что-то. Ну, то есть, есть какие-то моменты, которые тебя категорически не устроят. И че? Че бы ты делал? Она, естественно, слилась, потому что общение вживую. И там к ней за это время подкатили какие-то чуваки, как бы. Ну и все. То есть, как с ней там замутить? Когда приедешь в институт, попробуй вживую возобновить отношения. Но все, что вы пишете, это херня, ребят. И потом вот это, как мне с ней, блядь. Найди, иди, выйди на улицу, иди познакомься за эту неделю, там, за ближайший день с двумя, тремя, пятью девушками, десятью. Найди себе красивую, прикольную, общайся с ней вживую. Вот как надо сделать. А не заниматься этой хуйней. Блядь. Я не могу, чувак. Вот одно и то же спрашивают. Есть девушка. Вот этот мат даже вырезать не надо, мне кажется. Ну да. Есть девушка, давно знаю ее, ходили на свидание, все хорошо, дает себя трогать, целовать. Но, когда поехали ко мне, и дошло дело до секса, говорит, нет, что мы только друзья. Дело во мне, и у меня принципы. Что посоветую? Посоветую застрелиться. Посоветую прочитать мою книжку «Позиции сверху», которая вот в ближайшее время будет, ну, вообще уже в конце июля, она будет во всех магазинах страны, то есть, и, соответственно, на электронном магазине Озон. Чувак, и еще один принцип, да, о котором я миллиард раз говорил, что если девушка пришла к тебе домой, значит, она пришла за сексом. Если бы она не хотела секса, ее бы туда ничем не затащить, то есть, за исключением клинических случаев. Естественно, говорит, мы просто друзья, она тебя проверяет, она сваливает в себя ответственность. Я не могу говорить об одном и том же тысячу раз. Ребят, кто уже, наконец-то, просмотрев почти 500 видео на моем канале, понял вообще, как бы, суть, напишите этому человеку, то есть, и, как бы, у меня, ну, я не хочу тратить свое время на одни и те же разговоры. Давайте крайний вопрос. Бесплатная консультация. Начал покупать шмотки с Алиэкспресс, такие, которые вообще никто не носит. Смотря как на, а, смотрит как на пришельца. Но вообще пофигу, это все из-за тебя, в хорошем смысле. А что с Алиэкспресс какие-то там вебанские шмотки, что ли? Ну, необычные, может быть. Я и раньше так делал, но ты удостоверил меня в этом. И все время мне мама, соседи, сестра и на работе говорят, что не женишься, что не женишься, смешно. Мне 26 лет, я еще не нагулялся. Вот бы ты прочел мой комментарий, я бы обрадовался. Зовут Ринат меня. Что-то плавно перетек такой. Ринат, я прочел твой комментарий, не знаю, не парься, из-за того, что тебе говорят люди, всегда имей свое мнение. Вот, и я прочел твой комментарий, обрадуйся. Ладно, смотрите, на этом будем подвязывать, как говорит Антоха Кириченко. Возвращаемся к контенту. Поэтому, если кого-то не устраивает качество картинки, ребят, честно, я являюсь тренером. Во всяком случае, я пытаюсь им быть, я хочу им быть, и мне в своей работе больше всего нравится вот эта часть. Поэтому, как бы, ребят, то есть, не всегда получается заморачиваться насчет какого-то качества блога, качества видео, там, еще чего-то. Но, как бы, я не могу вот за всем следить, за всем, за всем успевать. Поэтому, вон у чувака полная машина телок. Хотя нет, мне показалось. Поэтому, ребят, цените контент, а не картинка. Это у телки полная машина чуваков. Да, картинка, это внешнее проявление. Это то же самое с некоторыми женщинами, такая история, что она внешне прикольная, классная. Когда развернешь эту обертку, там просто, не знаю, какашку собачью завернули. Поэтому, как-то так. Я начинал смотреть Вову еще года, наверное, с десятого. Дэнчик, поздорово. Поздорово. Чуваки, а, мне еще надо смотреть вот сюда, я постоянно смотрю. А, а у меня зашли, как привычек, ну, вот, его надо отворачивать. Года, короче, с десятого, когда контент был, ну, то же самое, все, подходы, всякие уроки. И там было, короче, петлички не было, шумно было. Я вешал микрофон, вот тут вешал диктофончик. У меня спрятан был диктофон, потом вот тут висел. Вот еще, это еще круглый такой, до того, как висел круглый. А это просто, я такой диктофон засунул сюда, беспалево, короче. Потом мы наслаивали звук там с видео. Я сидел, блин, с блокнотиками, потом выходил вечером, все это пробовал. Я вот даже представить себе не могу, если бы я там сидел и своими ручонками бы, блин, писал. Ой, там что-то качество плохое. Да хорошо, что-то мне это слишком долго об этом поговорить. Звук плохой. Так что, ребята, я вот вас точно не понимаю. Вы смотрите, что Лова делает, какие вещи рассказывает и перенимайте. А если у кого-то есть желание помочь в развитии контента, у кого-то есть там Black Magic. Только не надо говорить, что сейчас мент за мной вот гнался, потому что, блядь. А, он просто включил мигалку, чтобы это... Чтобы все видели, что он нет. Чтобы, блядь, поехать на красный. А я думал, что он меня застрел, куча нахлопочет. Такое, типа... Может, челочки едут, да, на этом Мазерате? Может, можно... Ну, может, подожди, тут куда мне сейчас, скажи, вот сюда? Да, я что-нибудь тебе скажу. Тихо, камера не... Тихо, тихо, тихо. Здорово! Опусти окно. Здорово! Какие вы интересные, там все втроем. Втроем. А че стоите-то посреди дороги? Что? А, слушай, а на Шевченко на набережной вот здесь же, да, вот в сторону этого крыши, я че-то прогнал. По-моему, вот сюда вот, да? А вы такие, прям с губами там, со всеми делами. Слушай, а дай я это, ну, где-нибудь припаркуюсь, прям пообщаемся пять секунд. Сейчас я подойду. Сейчас, Денчик, чтоб ты мог снять вот это все. Так сказать, как бы встать-то, блядь. А мы еще вот так встанем, короче, и ты снимешь, да? Вот так, да? Да. У тебя же задняя тонирована. Слушай, нет, но, короче-ка... Да нет, конечно, блядь. Как-нибудь сними. Можешь вот сюда как-то сесть, я не знаю. Можешь в люк вылезть. Я хотел поскрестить, стекло его нет. Здорово. Вы такие, а вы прям одинаковые какие-то. Вы сестры, что ли, или что? Или братья? Не, просто... А вы с области, да, судя по номерам? Номерам. Просто, прикинь, понедельник, вот народ этот. И вы сидите, не знаете, куда поесться. А что хотите-то, поесть или потусить? Я не напрашиваюсь, у меня там дома жена, ребенок. Да, серьезно, все пока. Да я угораю, че-то. Как тебя зовут? Вообще как меня. Меня... Меня Вова зовут. Анастаска. Вова Анастаска. А тебя... С линзами, да, или не так? А ты все замечаешь. Здорово. Как тебя зовут? Как? Блин, я сейчас тут заферу просто. Что с вами делать-то? Не, я в смысле сейчас ничего не планирую. Сейчас здесь нет. Я с девушками, кстати, не дружу вообще. Почему? Не, а геи, это как раз... Ну да, я скажу, господи. Геи, это те как раз, кто с вами дружит. Потому что нормальный мужик, он должен с девушками общаться, заниматься сексом, да, не знаю, рожать детей и прочее. А вот эти все дружбаны, это знаешь, они все хотят вам. Ну короче, если коротко, я дружу с своим другом Александром, я не смотрю на его голую жопу в бане. А ваши друзья, я думаю, наверняка стали бы смотрю. Короче, давай мне свой телефон. Тебе очень прикольное лицо такое, какое-то, знаешь. Такое прям... Не, я за... Давай, пиши и делай дозвон. Конечно. У меня телефон за 6. Почему? А сколько я выбрал? Мне интересно. Мне 33. Да, я сделаю, да, знам. Не убегу, не с ней, не переживаю. А ты смотришь, чтобы я в Китай не позвонил, да, случайно? За твой счет. Слушай, нет. Ну, может, мне очень недостаток. Ну, что за это самое? Тогда сиди здесь, 5 секунд. Подожди. Сейчас, погодь, я телефон возьму. У нее там бабок нет в телефоне, блядь, ездить. Наверное, себя обнищал. Куда звонить? А ты можешь выйти на 5 секунд больше? Это важно. Ну, уходи, правда. Нет, зачем? Нет, это прям 5 секунд. А зачем ты хочешь? Ну, это интимное, очень интимное. Нет, ну, нет. Нет, я просто, если это 30 секунд займет, а нам реально надо ехать. Ну, выходи. Если что, подруги здесь, они тебя не съедят. Подожди, стой, ты сейчас просто хочешь на мою фигуру посмотреть? Что? Ты хочешь на мою фигуру посмотреть? Я просто прошу тебя выйти. Зачем? Ну, я хочу попрощаться с тобой отдельно. Ты не говоришь, тебе очень странный, чувак. Странный в каком смысле? В хорошем смысле? Нет, стопой. Почему в плохом? Офигеть, у тебя спортивные ноги стук стук стук. Слушай, ну вообще, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, а девчонки. Ну, что там? Ихня, да, дайчик тоже используешь эти, как они называются, десантские. Нет, нет метода перемещения в тазу. Ну, она мелкая такая, конечно. Так, что сказать-то? Ну, что там? Что-то надо сказать, наверное, Дэйсс. Были возражения? Да не, все нормально, Дэйсс. Девкам вот делать нечего, видишь, какая. Я думал, когда ты ее вытащишь, я-то там мраком стоял из-за него. Да не, Дэнчик, все технично было. Это, кстати, ребята, к вопросу о том, что вот, еще раз, да, как легко все может и должно быть. Ну, как бы. Мы ездим сколько? Даже 30 минут еще нет. Вот уже девочки намерены. Если, тем более, вы вот как бы за рулем, ну, не знаю, вы же мобильные. Мы, кстати, сейчас поговорим про тачку, да, но я думаю, вы хоть на, не знаю, на девятку подъезде. Да, это, кстати, вопрос такой типа из серии, что там кто-то сейчас будет писать, что да, там Шамшурин там решит это на тачке, он выебывается. Ребят, ну, как бы, опять же, хотите, я вот, я не знаю, только вот где взять пятерку или семерку. Ну, скоро, скоро Калина будет. О, короче, Денчик скоро пригонит свою Калину, вот. Ну, короче, не свою чью-то. Почему? А, это твоя. Ну, в общем, смотрите, ребят, и мы снимем видос типа вот именно с Калины будем подъезжать к дорогим тачкам, и вы также, блин, поймете, что, в принципе, ничего не изменится. Вот ничего не изменится, ребят. Вдруг давал свой Ситроен покататься, знаешь, на неделю. То есть, я неделю катаюсь, потом, например, там он приезжает, забирают тачку, я спускаюсь в метро, и каждый раз спускаться в метро, это была приматская боль вообще просто, мне так хотелось тачку. И потом у меня появилась там BMW, которая также взяла рассрочку у друга, потом через какое-то время я купил там аудеху, и через какой-то, ну, сейчас вот я купился новый автомобиль, как бы, из салона, это впервые в жизни, когда вот так вот. То есть, поэтому все очень относительно, да, то есть, относительно кого-то, кто-то сейчас там скажет, Шамшурин там, как там про лохов что-то? Что-то наразводил лохов на тачку, короче, или на путешествие, да? Вы, ребята, поймите, что машина стоит, ну, нормальный. Да не надо объяснять им, ничего, этим дебилом, блядь. Короче, всегда будут люди, у которых любой человек, который хоть что-то, ну, пытается в жизни делать, то есть, отрывает свою жопу от дивана и что-то пытается, он уже, короче, какой-то плохой, потому что, ну, как бы, ну, потому что. Поэтому вам большой привет. Так что с тачками такая история, все относительно, относительно, не знаю, метро, я сейчас, конечно, блядь, живу в шоколаде, там, относительно, не знаю, каких-нибудь футболистов в сборной России по футболу, мне кажется, я бичуган, блин. Где мы, Дэнчик, будем отвечать на вопросы? Ну, чуть подальше там, где посмотрели. Ну, она уже потухла маленько. Какая из них? Да, ну, все, они вот где-то в сумерках, они вообще все горят полностью. Вон, видишь, тут чуваки с кальянами, короче, создают бежу. А тут еще, короче, новая тема, ребята, шарики вот эти. А, они на прокат дают эти кальяны? Ни хера себе, прикинь, да, прокат, короче, потому что их много. Как сделать бизнес, да? Да, кстати, вон, видишь, это самые парни с гор, причем они, мне кажется, везде выживают, блин. Не, ну, прикинь же, факт, что взяли это, давай вот здесь встанем. Сейчас я разобрал такую тему, что у меня много знакомых армян, и ни один из них не работает, просто на работе. У них всех абсолютно ровно, это странно. А что за шарики, давай спросим, короче. Да, там какой-то висляющий газ, и... Вон, смотри, роллс, ибо, заебись. Вот, по сравнению с роллсом, аудиовое... Да, ну, это, блядь, бабки на говно, что-то начинаешь же, я выебу от роллс, чувак, просто с места. Смотри, какой, короче, дисбаланс, роллс, копейка, копейка, роллс. Копейка. Роллс-Ройс-Пантом или Гоуз, что это такое? Копейка. Это Гоуз, наверное. Сейчас спросим у вас. Братан, а что за шары? Здорово. А? Репортаж про шары. Если вы будете куда-то выкладывать в лицо, хотя бы. Все, без проблем, как скрипит под мою ответственность. А что за шарики? За золотом. А, это, то есть, короче, типа как возле клубов было, там дыхаешь и там пару минут колбасит, да? Ну, а что дает? Да, это, а ты не пробовал такие, что ли, Данчик? Нет. А? Ты не пробовал такие? Нет. Короче, раньше возле клуба, бля, что за клуб-то был? Рядом с Барбадосом такой клуб был, короче. Там все время такую фигню продавали. А сколько стоит? Пятьсот. Бля, а ты сам их заправляешь, да, вот это все, как бы? Ну, баланс заказываем. Бля, видишь, чуваки, чем только парни не занимаются. А это ты на Роллси приехал, что ли, да? Это ты на Роллси приехал? А, конечно. Бля, вот он прикольный, да? А сколько я тебе секрет продаю? Не, он скромничает, он вон на том, короче, Мерси приехал, чувак. Это секрет. Ну, не, а вообще сам факт, что люди берут, да? Да, люди берут. Не, вообще нормально. Ну, видишь, как бы каждый крутится, как может, заебись. Ладно, братан, удачи. Бля, не на себя работают. Не, слушай, а что тебе мешает на себя? Или, типа, тут надо кому-то отлистывать, да, все это? Здесь точка залина. Бля, жесть какая. Конечно, целая мафия. Да, да, реально мафия, можно так сказать. Ну, ладно, давай, братан, удачи тебе. Ладно, давай. Час-частливо, куда снимайся-то? Да, у нас блок просто, но мы лицо не покажем, даже сейчас тулыще снимаем, но не переживай. Час-то шары, все. А что за блок? Ну, мы там, как бы, с телками знакомимся в основном. Да, пикап. Пикап, да, так иногда просто катаемся, угораем. Я помню. Ну, давай, удачи тебе, братан. Счастливо. Там надо, смотри, боже, какой тоже четкий стоит. Да, вот такой край, который можно отравлять, чем-то. Да нахер не нужно, вот, смотри, заебись, да, четко. Ну, фигово, видно, конечно. Можем выйти. Да не, мы сейчас там развернемся. Четкий, да? Офигенно. Есть. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok